Дорогая Церковь, дорогие братья и сёстры, разрешите мне поздравить вас с Рождеством Христовым, а также с наступающим Новым Годом. Место, которое я хотел поделиться вместе с вами, уже с сегодняшнего вечера начинается неделя молитвы – Благодарение. Я хотел прочитать из Ветхого Завета книга Псалтырь, 102 Псалом, первые два стиха. Книга Псалтырь, 102 Псалом, первые два стиха. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он». И с Нового Завета, место первого фессалоникийца, это 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Аминь». Также во Втором Законе есть интересный стих, так как мы уже в последние часы Старого Года, уходящего Года, Моисей говорит своему народу в Терзаконе 11, 12. «Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца. Аминь». Сегодня, в нескольких минут, я хотел призвать всех, чтобы мы поразмышляли о благодарности. Тема сегодняшняя для размышления – благодарность. И братья написали «Благодарить Господа за ушедший год», «Благодарить Господа за мир и благополучие». Также еще одна тема – благодарность, благодарение Господа за новые души, которые присоединились, которые покаялись и обратились к Господу. Я думаю, очень важные темы. И в конце я попрошу, чтобы с каждого сектора по одному, может быть, один брат, одна сестра, помолилась конкретно. Те, которые постоянно молятся, дайте возможность. В последние часы уходящего года. Может быть, среди нас будет чуть-чуть пауза. Но дайте помолиться тем, поблагодарить, которые в течение этого года думали, пытались молиться, но не получилось у них. Сегодня есть возможность. Пожалуйста, думайте. Первый сектор будет молиться за год, который Бог нам дал. И здесь мы можем благодарить Господа, Бога Отца, о Его любви и заботе к нам, о Иисусе Христе, Который пришел в этот мир, о Духе Святом, Которое печется каждый день, посылает и учит нас, как нам правильно поступать, а также помолиться о Библии, о Священном Писании, как духовная пища для каждого. Вторая секция будет молиться о мире. Третья секция пусть молится о благополучии. И последняя здесь, на низу, пусть молится кто-то, один из желающих за те души, которые в этом году примирились с Господом. Пусть Господь нас благословит. Думайте, молитесь, кто бы сегодня поблагодарил Господа. И в наших кратких молитвах просто скажем огромную благодарность Господу. Аминь, братья и сестры. Мы для этого и пришли сегодня вечером. Не снова говорить о наших болезнях, не снова, как в течение года, просить, а просто из наших уст огромную благодарность сказать тому, кто достоин принять эту благодарность. На разных языках «за все благодарите» объединяют все эти переводы слово «благодарение». Как бы переводчики не переводили «за все благодарите», ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Слово «благодарность» есть в этом стихе. И вот мы призваны вместе с вами сегодня благодарить. Может быть, для вас слово «благодарение» – это не такое тяжелое слово. Ну, думали ли вы, что это является призывом? Смотрите, в Ветхий Завет Давид призывает израильский народ «благословите Господа». В других переводах говорит «прославь Господа», «благодари Господа». Как бы Давид беседует со своей душой, он обнаружил внутри себя нет мира, нет радости, и призывает самого себя. Что случилось, Давид, с тобой? Душа, что ты унываешь? Прославь Господа! И из третьего стиха я прочитал только одно слово «Он». И там идет список целый, что Господь делал. И Давид очень внимательно следил за Божью заботу, за то внимание, которое Бог обращал к нему. Вы там найдете абсолютно много тех благословений, которые Он обнаружил в своей жизни. Когда был больной, когда скитался, когда нуждался в помощи, Господь приходил. Он открыл для себя, что именно Господь решил все вопросы. Может быть, в течение уходящего года вы молились о чем-то конкретно, и я в том числе. Но вот заканчивается год, и почему-то Бог не ответил на эту молитву. Я спрашиваю себя, Господи, а продолжать ли дальше молиться? Стоит ли еще дальше приносить на руках те просьбы, которые есть у нас? Аминь. Не только просить, но и благодарить, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе. Итак, несколько мыслей. Что такое благодарность или благодарение? Это выражение признательности словом или действием за оказанное добро, которое люди обращаются к нам. Это внутреннее пожелание добра. Это умение делиться многим и радоваться малому. Это раскрывает талант любви и уважение к людям, этому миру, к Богу. И также последнее. Это универсальное средство от любых неудач. Интересно, что Цицерон объяснил, что такое для него благодарность. Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. Ибо это не только величайший добродетель, но и мать всех других добродетель. Человек, который, не знаю, поклонялся Богу, знал Господа, обнаруживая в своей жизни много удачи и неудачи, он открыл для себя, что такое благодарность. И в этот вечер Бог обращается к каждому из нас. И первое я написал, первую мысль – благодарить Господа за Иисуса Христа. Христос добровольно согласился, конечно, нам не понимать, как великий Бог, который сотворил весь этот мир, мог смириться настолько, чтобы принять плод человеческую и стать подобным нам. Это великая тайна. И помните, брат говорил, это бесценный дар, который Бог, Отец, послал нам в этот мир. И каждый день я должен благодарить и призываю вас в конце года благодарить Бога Отца за Иисуса Христа, который пришел в этот мир и взял на себя грехи всех нас и вознес телом своим на древо. Так дорого заплатил за каждого из нас. Также хочу обратить внимание, чтобы мы благодарили Его за Духа Святого, который трудится каждый день. Евангелист Иоанн, 14 главе, 26 стихом говорит, «Утешите ли же Духа Святого, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и наставит на всякую истину». Дух Святой сегодня распоряжение нашего, народа Божьего, Церкви Его. Сегодня Дух Святой совершает великую работу. Может быть, когда-нибудь на небе мы узнаем весь труд, который совершил Дух Святой, трудясь надо мной и над каждым. От начала года и до конца года мы видели Бога Отца, мы видели Иисуса Христа, мы видели Духа Святого, которые вместе трудились надо мной и над каждым из нас. И благодаря любви Его к каждому мы сегодня стоим на этом месте. Аминь, братья и сестры. Это не наша заслуга. Благодарим Его за все, что Он подарил нам в этом уходящем году. Смотрите, за год мы пережили 365 дней. Буквально еще час нас разделяет. 52 недели, 12 месяцев, с утра до ночи. Бог наблюдал за каждого из нас. Мы, служители, не могли быть рядом ни с кем из вас. Даже я не мог быть вместе все это время с своей супругой. Тем более служители не могут быть с каждым членом церкви. Но Бог присутствовал, Он знает, Он видел нас, Он был свидетелем нашего хождения в течение всего этого года. Скажите, можно благодарить такого Господа? Мы благодарим людей, которые говорят нам спасибо, которые чем-то помогли нам. Если еще что-то подарили, то мы вспоминаем. Особенно благодарили Господа за те, которые заболели в этом году, услышали страшный диагноз, и Бог исцелил. А других Бог забрал к себе. И это была воля Божия во Христе Иисусе. Пусть Господь нас всех благословит. Евангелист Иоанн говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вторую мысль – благодарить Господа за мир и благополучие. Действительно, мир. Мы живем в этом мире, где говорят о мире, поют о мире, рассказывают. Очень красиво говорят те, которые стоят во главе всех стран о мире. А мы видим, что народ не имеет мира. Да и они сами не имеют мира. В этом мире в последнее время почему-то потерян мир. Нету того спокойствия, нет того, что ждет нас завтрашний день. Каждый, я беседовал с некоторыми людьми, говорит, «Брат, я живу, как сегодняшний день». Я говорю, слава Богу, вы живете по Писанию. Так Писание учит жить по Слову Божьему. Каждый день приготовив себя для встречи с Ним. Что говорит Библия о мире? 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Думаю, что в уходящем году было много, что было на нашем пути, которое расстроило нас, которое принесло печаль, грусть, и мы потеряли вот этот мир. Но благодаря Господа, который дает мир не так, как этот мир, мир мой даю вам. Вот этот божественный мир, Духом Святым в наших сердцах, через Его Святое Слово, совершает свою работу и сосредотачивает наше внимание не на обстоятельства, в которые мы попали, а именно на то, что Бог допустил. И из сердца, и наши уста говорят, «Благодарим тебя, Господь!» Пусть мир, который Бог дает, наполнит каждое сердце. Смотрите, апостол Павел, продолжая эту мысль, в 4 главе, 7 стихом говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Пусть Господь благословит и утешит всех скорбящих, все те, которые по разным причинам, болезни, еще что-то. Может быть, в этом году кто-то потерял близкого друга, супругу, супруга детей и сегодня вы скорбите о близком друге. Бог знает, я всегда говорю на похоронах, вы знаете, когда Бог допускает болезни, Он не хотел сделать нам больно. Через эту скорбь Он хочет сказать, «Я хочу лучшего для тебя». Нам, людям, это непонятно. Но Бог, который сотворил нас и знает нас, Он говорит, именно так должно было случиться. Может быть, кто-то потерял работу, может быть, еще что-то случилось. Пусть Господь каждого сегодня обнимет и еще раз скажет то утешение, то слово, которое наполнит ваше сердце надеждой упования на Господа. Последнюю мысль, и затем мы будем молиться. Здесь я написал «Благодарить Господа сегодня за обращение новых душ». Знаете, когда мы говорим о тех, которые покаялись, это слава Господу. Ну, за этим стоят многочисленная армия служителей. Это взять детское служение, подростковое, молодежное служение, это взять служение музыкантов, хоровое служение, певческих групп, всех проповедников, все те, которые в этом уходящем году провозглашали Слово Божие. Пусть Господь благословит всех, кто принимал активное участие в распространении Евангелия и с этого места звучало Слово Живого Бога. Пусть Господь благословит каждого здоровьем, силы, а те души, которые обратились к Господу, чтобы они были верными Господу, чтобы они не потерялись в этом мире, чтобы они нашли воистинного, истинного Бога и нашли покой и мир в своей душе, чтобы они обратились к Господу от всего сердца, и заключили с ним завет через Святое Водное Крещение. Стишок такой. Мы можем благодарить в каждой ситуации и сказать смело, да будет воля Твоя. Господь работает, чтобы делать нас по подобию образу Своему. не бубни, что не получил желаемого. Будь благодарен, что не получил то, что заслуживаешь. Выражение за все, именно за все, покрывает все случаи жизни нашей. Может быть, ты еще продолжаешь болеть. Легко говорить об этом. Но знает Бог скорбь Твоей Душе. Он знает, через чего ты проходишь. У Него есть исцеление, у Него есть Слово благодати для Тебя. Я сегодня поздравил и братские советы, и своих родственников интересным таким пожеланием. Возможно, это не тот год, когда мы получили все, о чем мечтали. Но это тот год, который научил нас ценить все, что у нас есть. Аминь, братья и сестры. Именно в этом году в школе Божией Бог работал с каждым из нас. Бог служил нам. Бог ожидал, что и мы откликнемся на Его зов, что и мы поменяем некоторые привычки, обычаи, которые есть у нас, что и мы изменимся и станем лучше. Уже вернуть невозможно. Единственное остается попросить прощения и поблагодарить Господа, что Он был добр каждому из нас. В заключение я хотел оставить для всех нас послание апостола Павла с 2 главы 6 и 7 стихи. Затем мы будем молиться. Посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением. Аминь. Будем молиться, пожалуйста. Аминь. Спасибо.